КАРАЧАЕВСКА КАРАЧАЕВСКА С главой республики Рашидом Тимрезовым обсудили вопросы, касающиеся газификации региона, программу социальной догазификации, платежной дисциплины. В целом в Карачаево-Черкесии обеспечен высокий уровень газификации, который за последние 10 лет вырос с 70 до 83%. Все мероприятия программы по газификации республики до 2025 года, которую подписали с Алексеем Миллером, выполняются четко по графику, сказал Рашид Тимрезов. Вопросы газификации и газоснабжения Карачаева-Черкесии обсудили на расширенном совещании с руководством Газпром Межрегионгаз. В текущем году стартует строительство сразу двух больших газопроводов – межпоселкового газопровода в Учкуланском ущелье и газопровода до Джамагатского. На сегодняшний день ведется разработка проектной документации для строительства еще трех межпоселковых газопроводов, которые позволят газифицировать 9 сельских населенных пунктов в Уропском районе. У Карачаева-Черкесии хорошие результаты по социальной газификации, которой уже воспользовались более трех тысяч жителей. Сергей Густав отметил и высокую платежную дисциплину за потребленный газ. Уровень платежей сегодня мы отмечаем, что в 2022 году достиг 94% по населению. И могу сразу сказать, уважаемые коллеги, что это лучший результат на Северном Кавказе. Поэтому хочется отметить, как раз поблагодарить за это тоже совместную работу нашей компании и вашу помощь в этом образе. Что касаясь теплооснабжающих организаций, то было поручение председателя правительства Российской Федерации о том, что уровень оплаты ТСО Республик Северного Кавказа должен быть 100% за текущие поставки. И вы единственная республика, которая в 2022 году это выполнила. Потому что уровень платежей достиг 115,4%. И вот это очень хороший результат. У вас сегодня не прибавилось ни одного банкрота из теплооснабжающих организаций. Те банкроты, которые были, мы договорились, и приняты беспрецедентные меры тарифного регулирования в 2022 году. Еще раз хотел это отметить и поблагодарить Евгения Сергеевича, который активно по вашему поручению принимал в этом участие. И Мурата Олеговича, что вот нам удалось договориться эти тарифные решения принять. Они были непростые, они были сложные для нас. Но мы преодолели, мы сделали и понимаем, что сегодня это позволяет нам успешно смотреть в будущее. Потому что общий уровень платежей, если брать по республике за потребление газа, в 2022 году составил 99,6%. И вот за это хотел сказать и выразить глубокую благодарность. Накануне в Пятигорске глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов встретился с полпредом Юрием Чайкой. Стороны обсудили вопросы, касающиеся социально-экономического и общественно-политического развития субъекта. Был рассмотрен ход реализации проектов, ставших частью модели экономического развития Карачаева Черкесии до 2030 года. Кроме того, Рашид Темрезов проинформировал полпреда о первых итогах горнолыжного сезона на курортах региона. Центр управления регионом Карачаева Черкесии встретил Новый год с хорошими показателями. Сотый результат по доле обработки обращений граждан. Формировать актуальную картину запросов и проблем от жителей республики помогает профессиональная команда специалистов. В гостях у сотрудников агрегатора сообщений побывала Альбина Ламкова. Я делаю ее для людей, для каждого человека в нашей республике. Будь то это какой-нибудь сложный вопрос газификации или какие-то выплаты социальные. Я делаю ее так, чтобы пенсионер, либо мамочка, которая в декрете, чтобы все было доступно и понятно для них. В этом важность моей работы и это меня мотивирует. В работе ЦУР используется уникальная система инцидент-менеджмент. Она мониторит обращения жителей в открытых источниках сети интернет. Работаю с обращениями граждан. Наверное, одна из самых ответственных работ. Помогаем нашим жителям разобраться в разных вопросах. От того, как быстро я отработаю обращение, получившее от граждан нашей республики, зависит, как быстро получит он ответ и решение своей проблемы. В день в среднем мы получаем порядка 60 обращений. Все они отрабатываются в среднем в течение 30 минут. За декабрь 2022 года поступило 734 обращения от жителей Карачаева-Черкесии. Каждое из них было направлено в профильное ведомство. Затем ведется мониторинг исполнения обращений. В среднее время ответа менее часа. Чиновники уже осознали важность этой работы. Никто не игнорирует эти обращения. Все достаточно серьезно относятся. Ну и это все почему? Потому что глава у нас очень серьезно относится к этой работе. У нас 5,5 тысяч обращений было обработано за 2022 год. Все 100% попадавших в систему инцидент-менеджмент были обработаны и отвечены. Значительная часть обязанностей ЦУР связана с тем, чтобы на основе анализа всех поступающих обращений разработать управленческие решения, предлагая их руководству региона. Большое внимание уделяют обучению сотрудников органов власти работе в интернете. Здесь достаточно большой пласт работы в том, чтобы перестроить всю систему государственного управления, а так, чтобы там появились специалисты, которые отвечают за работу в интернете. Конечно, хочется, чтобы в этом году опять-таки проблем у людей было меньше. Мы же понимаем о том, что вся наша работа, она в принципе, ну, мы сейчас цифры-цифры какие-то озвучиваем. Но на самом деле за каждым практически из этих обращений стоит какая-то семья, у которой есть какая-то проблема. Безусловно, эффект от работы ЦУР есть. Об этом говорят сами люди и их обратная связь. Центр повышает оперативность реакции властей, позволяет предотвращать возникновение проблем. Обращение поступает постоянно. Это значит, что люди видят эффективность нашей работы, отметил руководитель ведомства. Альбиналамкова Расулбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Развивать чувство патриотизма, проявлять любовь к родине, интерес к истории. Такую ответственную работу ведут учителя в школах. А результаты патриотической деятельности педагоги, учащиеся школы номер 6 Карачаевска, представили на мероприятии, посвященном оборонно-массовой и военно-патриотической работе, которая стартовала в этом образовательном учреждении. Аладинаева подробнее. Орлята, юные пограничники, юноармейцы, все отряды школы номер 6 Карачаевска к торжественной линейке готовы. А когда звучат гимны России, Карачаева-Черкесии, дети хором и с удовольствием подпевают. Наглядный пример ребятам для подражания – это представители силовых структур, которые участвуют в мероприятиях. И не первый раз, как происходит здесь торжественное мероприятие, в уроке мужества отрадно видеть, что патриотическое воспитание в шестой школе – это на первом планке. О любви к родине, о мужестве защитников ребята читали стихи и пели песни. Рисую вам солнышко, которое будет смеяться, и больше не буду плакать, и больше не буду бояться. За большой вклад в патриотическое воспитание Совет ветеранов и Союз офицеров вручили педагогам благодарственные письма. Я к имени Совета офицеров по Карачаево-Черкесской республике поздравляю вас с знаменательным делом. Очень хорошо, очень красиво, понятно, доступно. Это все вот. Спасибо вам большое, патриотическое воспитание, молодежь. Это наше еще одно главное, наше самое. На протяжении многих лет это образовательное учреждение занимает лидирующие места в месячниках оборонно-массовой и военно-патриотической работе. И это не только в Карачаевском городском округе. Вот у меня мороз по коже идет, когда я говорю эти слова. Я горжусь своими детьми. Когда мы проводим такие мероприятия, с каким вниманием они слушают этих ветеранов. У них слезы на глазах. Вот читают стихи, поют песни, и в их глазах читается, что они сопереживают, понимают, вникают в эти слова и в ситуацию. То есть, ну, они живо воспринимают вот это вот все. Отряд «Российское движение детей и молодежи» состоит из учащихся 6-го А-класса. Вместе со своим педагогом Лидией Беляловной они готовились к сегодняшнему мероприятию. Чтобы мы это доносили вовремя, чтобы дети в таком возрасте уже знали, что такое Родина. Его надо защищать каждый на своем месте. Зная состав руководителя Светвана Борисовна, они всегда проводят такие мероприятия на высшем уровне. Не только здесь. Они представляют наш округ на различных республиканских мероприятиях за пределами. Они всегда возвращаются с какими-либо победами, с призами. И у них военно-патриотическое образование всегда на высшем уровне. Узнать лучшую историю из своих выдающихся земляков способствует и Музей Героя России Дугербия Узденова, имя которого носит 6-я школа. Фотоальбомы личные. И вот китель Дугербита Наевича – это период его работы в МВД, когда он работал. Его награды все здесь. Аладинаева, Али Бастанов вместе, Карачаево-Черкесия. Маленькая кузница юных призеров и чемпионов. В Станице-Исправной Зеленчугского района вот уже 6 лет функционирует спортивная школа по вольной борьбе, где занимаются более 30 детей. За этот короткий промежуток времени юные спортсмены Станицы стали победителями и призерами различных российских и международных турниров. Подробнее о достижениях расскажет Альхан Лепшоков. Нескончаемый энтузиазм и стремление к совершенству. Каждый из юных ребят занимается с особым рвением, оттачивая все приемы до полного автоматизма. Тренер Азрет Кипкеев сидит за подготовкой спортсменов. Буквально за 6 лет Азрету Кипкееву удалось добиться больших результатов. Ребята завоевали множество медалей, кубков на различных российских и международных соревнованиях. Интерес у детей появляется, когда они развиваются и достигают высоких результатов, отмечает тренер. 30 учеников у меня сейчас борются, тренируются и результаты очень хорошие дают. В прошлом году был турнир в Малакарачаевском районе, открытое первенство было тоже по младшим этим, 13-12 года боролись. У меня один ученик стал чемпионом, сделав 4 сваток, он выиграл всех, досрочно всех выиграл и стал чемпионом. Совсем недавно юные борцы приняли участие во всероссийском турнире в Тульской области. Ребята достойно представили нашу республику и трое юных спортсменов привезли одну золотую медаль и две бронзы. Азрет нас хорошо подгодавривает, мы его и слушаем все. Они были, как вам сказать, сложные, было сложно бороться. Но благодаря Азрету я выиграл третье место. Я боролся четыре раза. Одну схватку проиграл и три выиграл. Якуты были очень сильные, они были очень быстрые, незаметные. Когда вот стоишь, они очень быстро приемы делали. Руководство Зеленчугского района и многие неравнодушные люди поддерживают нас, помогая нашим юным спортсменам принимать участие во многих различных соревнованиях. И мы благодарны, им отмечает тренер по вольной борьбе Азрет Кипкеев. Огромная благодарность тоже хочу сказать в лице замглавы администрации Зеленчугского района Брыкина Марине. Она тоже по всем этим вопросам тоже помогает. И еще хочу огромную благодарность выразить депутату Народного собрания Аслану Боташеву, который постоянно помогает спортсменам и постоянно не остается в стороне, где что надо, он всегда поддерживает. Благодаря грамотному подходу и спортивной подготовке тренера Азрета Кипкеева, наши дети с особым желанием посещают тренировки, признаются родители юных чемпионов. Я безумно рада, что мы именно занимаемся этим видом спорта. У нас получается, мы занимаем призовые места, что безумно радует душу, не только мою, но и папу, всех и близких. Так что мы безумно рады, что он ходит. Также хотелось бы отметить, что все зависит от тренера. Поэтому, видимо, мы попали в тот момент, в ту минуту, что мы записались. И нас, в принципе, все устраивает. И тренер для нас делает многие вещи, которые необходимы для победы. Скоро новые соревнования и юные борцы «Исправной» усердно тренируются, чтобы пополнить копилку высокими наградами. Алихан Лепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите программу «Сила права» с Беллой Джозаевой.